Всем добрый вечер, шалом. Как я сказал, у нас сегодняшняя неделя будет неделя Песоха. Мы на этом уроке, который мы сейчас начнем, разберемся Эрф Песох Шхальба Шаббат, то есть Шаббат, который в преддверии Песоха, после которого сразу начинается Леля Седер, и мы разберем особые законы, что мы делаем с трапезами, точнее у нас первая и вторая трапеза, это будет этот урок, и у нас потом в следующий урок будет про третью трапезу, это отдельная тема в этот Шаббат, также какой вид еды можно есть в этот Шаббат перед Песохом, который прикреплен к Песоху почти, и, естественно, мы поговорим, что можно приготовить до Шаббата, то есть как готовится Леля Седер, когда у нас посередине Шаббат, и, естественно, мы поговорим, наверное, за тронучью Абдалу немножко особенную, чтобы ее не пропустить, и чтобы люди сделали ее правильно. Итак, мы начинаем сейчас этот урок, мы говорим о Саудот-Шаббат, то есть шаббатней трапезы, этот Шаббат, когда, в принципе, как мы объяснили на прошлом уроке, мы вычистили квартиру от хамца уже до этого, в четверг мы сделали бдикат хамец, то есть проверку хамца, даже сожгли хамец, кроме того хамца, который вы хотите съесть, но мы уже тогда упомянули, что есть люди, которые весь хамец убирают из дома, и тогда уничтожают, и мы сегодня разберемся, что же нам делать, когда мы убрали, но еще Песах не наступил, и в Шаббат мы должны кушать. У нас есть по-настоящему несколько возможностей, у нас две основные возможности, что мы можем делать. Мы можем делать, есть еду хамцовую, потому что хамец не запрещен еще, причем из хамецной посуды, это один вариант. Второй вариант, есть кошерная на Песах, в посуде кошерная на Песах. У каждой из вариантов есть свои минусы и проблемы, и практические проблемы, и мы разберем и увидим, что лучше. Во-первых, начнем по поводу, если мы хотим, допустим, кушать хамец. Мы помним, что хамец можно есть в пятницу, но вечером, то есть, да, в первую шаббатную трапезу можно спокойно есть хамец, и утро можно есть хамец до времени запрета хамца. Время запрета хамца за 40 лет хамец в Петахтикве в этом году, это будет, я вам сейчас скажу точно, в этом году в Петахтикве это время наступит, где-то я здесь записал, а вот я записал, это будет в 10 утра 11 минут. Это, значит, наступает в запрет еды хамца, то есть, до этого хамец есть можно. В чем проблема есть хамец в этой трапезе? То есть, какие проблемы могут быть? Во-первых, человек, тот хамец, который не доест, ему нужно будет решать, куда его деть и что с ним делать, когда я человек с остатками хамца, когда он не может его не сжигать, ничего. Мы разберемся с этим. Дальше, если едят хамец, то нужно понимать, что в 10 утра в Петахтикве и 11 минут хамец запрещено уже есть. На этом еда закончилась. Третья проблема, которая может быть, дело в том, что еда, если это еда хамцова, приготовленная хамцовой посуде, не дай бог, как в кошаре на прессах готовят, вы тогда сделали не кошарную посуду. Так вот, если эта еда готовится в хамцовой посуде, как хамцовая еда, еда сделана с хамцом и так далее, то у вас будет проблема ее греть. Почему? Потому что вы можете нечаянно превратить вашу печку или плату в некошерную на прессах. Таким образом что-то перельется, что-то выльется и попадет на вашу плату и так далее. И все. То есть, в принципе, вы сделали кошерную прессу и закошеровать вы уже не сможете. Четвертая проблема, проблема с мытьем посуды. То есть, вы поели даже хамцовые посуды, хамцовые кастрюли, хамцовые там и так далее, и вы хотите ее потом убрать, но вы не можете ее мыть. Почему не можете мыть? Потому что в шаббат нельзя мыть посуду ради другого дня, даже ради праздника. Тем более посуду, которую пользоваться не собираетесь. Потому что в шаббат можно готовить только ради шаббата. Нельзя готовить шаббата на будничного. Таким образом, у вас проблема. Я уже не говорил о том, что вы не можете мыть хамцовую посуду в вашей раковине, которая уже кошерная на пессах. И у вас с этим будет проблема. Третья, еще одна проблема. Третью трапезу точно хамец уже есть нельзя. Потому что это уже будет явно, когда прошло время, разрешено для поедания хамца. Это тоже проблема. В фоне этих проблем, которые мы упомянули, я вам советую не есть хамцовую еду. То есть не есть хамец в посуде хамца в этот шаббат. То есть в этот шаббат сделайте трапезы кошерные на пессах, с едой кошерной на пессах, в посуде кошерная на пессах. Лучше всего, конечно, делать все в этот шаббат в одноразовой посуде. То есть что вся еда была в одноразовой посуде, это вам решит много головных проблем, головной боли. С учетом того, что вы тогда, может быть, даже можете есть и хамец. Все в одноразовой посуде, все одноразовое, все идет в мусор. В любом случае, человек, который решил пойти, скажем так, в шаббат, первая трапеза вечерняя и утренняя трапеза до запрета поедания хамца, решил пойти все-таки и кушать хамец, то есть включая еду, которая в шаббат, то нужно несколько вещей, которые он должен помнить и проследить за ними, то есть сделать такую памятку. Во-первых, по поводу разогрева еды. В этом случае ему нужно греть еду не на плате, которое он приготовил к пессаху. То есть стоит держать другую плату, которая не кошерная к пессаху, а потом ее уберете. И на ней греть эту еду, которая в хамцовой посуде. Если у вас нет отдельной платы, то можно покрыть фольгой кошерную на пессах плату и потом эту фольгу сложить и выбросить. Это как, например, нагреть еду. Еще вопрос. Помыть посуду и тарелку. Как мы сказали, вечером проблемы не будут. Почему вечером проблемы не будут? Потому что вечером можно пыть посуду на завтрашнее утро. По этой причине тарелки и так далее можно вечером помыть. Где проблема, да, будет. Будет проблема, что вы не можете мыть ее в раковине, которая уже от кошерной на пессах. Поэтому пойдете вы, допустим, мыть эту посуду в ванной. То есть в ванной, где вы не моете потом кошерную посуду на пессах, вы можете помыть. Или, не знаю, может, есть технический балкон, где есть раковина техническая. Там вы можете помыть эту посуду. С утра будет вам проблема. С утра есть проблема по причине того, что нельзя, как я уже сказал, нельзя готовить с шабата на будничный, даже на праздник нельзя. А тем более, что посуда эта будет пользоваться через неделю. И по этой причине, что мы можем делать? Дело в том, что это мыть, готовить нельзя, но можно убрать грязь. Поэтому можно вытащить грязь из остатки еды бумагой и выкинуть ее. И потом слегка сполоснуть водой. То есть, в принципе, не тщательно вымывать, слегка сполоснуть водой. Это можно сделать. Это то, что можно делать с кастрюлями и тарелками и так далее. Снова, лучшее решение, если вы даже решили есть хамес, лучшее решение, это, конечно, одноразовая посуда. Остатки хамца. Что делаем с остатками хамца? И мы не доели. И теперь что с ними делать? Время наступило, запрет. Скоро вообще нельзя будет хамес дома держать. То остатки хамца придется сбросить с унитаз. Кстати, это тоже вариант уничтожения хамца. Сбросить там унитаз и промыть или полить это экономикой или какими-то там еще страшными химикатами, которыми вы мойте, полыли что-либо в этом роде или стираете. И это потом выбросить в мусорник. И на этом решить проблему. То есть это тот, кто хочет заниматься и кушать хамец, трапезы хамцовые и так далее. Понятно, что стоит вот это. То есть я еще пару аспектов дам, которые стоит за ним просить там скатерть и так далее, подмести потом это надо. Но это чуть больше, позже. Окей. Самый лучший вариант, это вариант, не самый лучший. Самый лучший вариант, это с точки зрения кашрута, кухни, с точки зрения удобства и так далее, это приготовить кошерную на Песах еду уже на этот шаббат в кошерных на Песах посудах. Теперь, все хорошо и замечательно, но в шаббат нужно есть хлеб. То есть нужно млях и мишна, то есть эти два хлеба, которые едят на трапезе. Теперь, что с ними, как это сделать? У нас есть три варианта, которые мы можем решить эту проблему. Первый вариант есть мацу, настоящую мацу. Начинаем кушать мацу и все хорошо вроде бы. Разберемся, можно ли и является ли это вариантом ли вообще использование настоящей мацы. Второй вариант маца ашира. Что такое маца ашира, богатая маца? Маца ашира, в принципе, речь идет о маце, которую делают мацу, и в которую добавляют вместо воды в муку, то есть добавляют вместо воды выдавлены из ягод или из фруктов сок. То есть это не вода туда поступает, воды там нет, это выдавлено из вот этих вот фруктов или ягод, сок, или же туда добавляют в саму мацу, то есть мацу делают как мацу, то есть 18 минут и так далее, но там добавляют, допустим, вино или мед, или яйца и так далее. Это маца ашира. Она с ее каширом на песах и что с ней и как далее, то есть мы разберемся тоже, будет ли она вариантом. И еще один вариант – это кушать хлеб. Ну кушать хлеб таким образом, когда еда вокруг кашир на песах и только хлеб естся, и тут нужно проследить, чтобы этот хлеб не дотрогался до посуды, не наделал проблем и так далее. Как это делать, тоже разберемся. Итак, три варианта – маца, маца ашира, хлеб. Еда каширная на песах в каширной пасхальной посуде. Еще раз говорю, это наилучший вариант делать каширную еду на песах, каширную на песах в посуде, то есть вообще не пользоваться уже больше не каширной на песах в посуде. Теперь, можем ли мы решить проблему с хлебом на трапезе? Мацой. Это по идее легче всего. Маца ашира на песах, взяли мацу, решили проблему, забыли, и все хорошо. Но у нас есть проблема. Какая проблема? То есть человек, который ест мацу в преддверии Песаха, похож на человека, который имеет интимное отношение своей обрученной в доме своего теста. И сказано, человек, который имеет интимное отношение своеобрученное в доме своего теста, его бьют плетями. То есть, в принципе, это запрещено, нельзя этого делать. Таким образом, на Галаху установлено, что нельзя есть мацу в преддверии Песаха. Теперь, есть спор, когда начинается от преддверия Песаха. То есть, в какое именно время, с какого момента начинается запрет, перед Леля Седер, начинается запрет поедания мацы. По мнению Орхот Хаим, запрет начинается аж с вечера 14-го Ниссана. То есть, в принципе, в нашем году это аж с пятницы вечера. То есть, в принципе, шаббат, маца, с точки зрения Орхот Хаим, не вариант вообще. Ее есть нельзя. По большей части мнениях галактических авторитетов, запрет начинается не с вечера, а начинается с утра. То есть, с восходом, с зарей. До зари можно еще есть мацу, но нельзя с зарей до Леля Седер, до самого праздника, в мацу уже есть нельзя. Это второй вариант. То есть, второй вариант, что запрещено есть с утра, то есть, вечером с утра можно. Рамбам говорит, что это с зари. То есть, я просто забыл, что это вариант. И там уже днем тоже есть спор. Рамбам считает, что запрет начинается с зари, а, допустим, Баля Маор считает, что запрет начинается с момента запрета поедания хамца. То есть, в нашем случае, в Петахтикве в этом году в 10 утра 11 минут. То есть, в этот момент начинается запрет поедания мацу. И, казалось бы, то есть, по Баля Маору я вполне могу использовать мацу вечером. И даже утреннюю трапезу могу успеть съесть до момента запрета хамца. То есть, до 10 утра. Все хорошо и замечательно. То есть, по Баля Маору я не могу мацу есть вообще. На Аллаху Рама установил, что запрет наступает с рассветом 14-го Несана. То есть, в шаббат утром с рассветом наступает запрет поедания мацы. Правда, Мишнабура напомнил, что есть люди с обычаем, которые не едят мацу уже с новомесяча. То есть, с сегодняшнего дня, если не расходишь Несан, с сегодняшнего дня мацу уже не едят. Таким образом, маца не вариант. Понятно, то есть, если кто-то его обычай есть мацу до самого преддверия Песоха, кроме не считая первого дня, то он, естественно, может вечером, вечернюю трапезу есть с мацой в шаббат и решить эту проблему. Но если он идет по обычаю, как Мишнабура написал, что с новомесяча уже, то есть, две недели до Песоха уже не едят мацу, то все, маца пролетает не вариант. Переходим к следующему варианту. Маца ашира. Маца ашира, напомню, о чем мы идем речь. Это маца, или про обыкновенное маца, в которую добавили яйца или добавили вино, или маца, которая замешана не на воде, а на соке фруктов, то есть, в прямом, живом, настоящем, стопроцентном соке без воды, без всякой фруктов, ягод и так далее. Так вот, по поводу мацы аширы, во-первых, нужно разобраться, можно ли исполнить ей заповедь вообще, то есть, как хлеб ее использовать, и, во-первых, нужно разобраться с ней, можно ли вообще ее есть, и какие у нее законы. Маца аширы занимается по поводу мацы, которую замешали на вине масле оливковым или финикам. То есть, это написано дваж, дваж это, скорее всего, можно дваж понять, как или селан, или как пчелиный мед. Скорее всего, селан. И то же самое, речь идет, как добавляют решение, речь идет о маце, который тесто замешали на мэй-перот. Мэй-перот, я сказал, это выжатый сок из фруктов или ягод. Теперь, есть спор между мудрецами и первопоколением, между решением по поводу, как объяснить там судьи, о чем идет речь там. Рабейну там, Рошрамбам и еще, то есть, авторитеты первопоколения говорят, что мэй-перот, то есть, вот этот сок абсолютно чистый из-за фруктов или овощей, не является водой. Таким образом, у них вообще нет химуц. То есть, хамец может произойти от соединения муки и воды. Если вообще нет воды, а есть только выжатый сок из винограда, например, или из каких-то ягод или фруктов, то это не делает хамец вообще никогда. О, если не делает хамец, все шикарно. Сейчас я объясню, почему. Потому что маца, которую нельзя есть в преддверии Песха, это та маца, которая исполняет заповедь. Заповедь исполняет только той мацой, которая может быть стать хамцом. Маца, то есть, то соединение, которое не может стать хамцом по определению, оно не кошерно для исполнения заповедя мацы. Потому что наша маца, если мы возьмем воду и муку, и поставим ее на 18 минут, то есть, стоять, это уже хамец. А до этого это не хамец. Только такая маца кошерна на лелесед. А если маца аширало махмедца, то она не кошерна для лелеседа. И тогда у нас проблем нет, ее есть аж до конца, аж до самого Песха. Потому что нету в этом уже никакой проблемы. Но Раши, Райвин и другие, галактические, ничего подобного. И мэй, пирот, махмедсим, то есть, да, этот сок, выдавленный из фруктов, тоже приводит к состоянию хамца. И маца, который замешали, на них будет запрещенный. Ее будет действовать нельзя, но то можно стать хамецом. То есть, имеется в виду, что и не ждали 18 минут. То есть, точнее, ждали больше 18 минут. Замешали, оставили. Так вот, если вы испекли это, это будет хамец, это будет запрещено. Теперь на Алаху. На Алаху Шульхана Рук говорит, что мэй, пирот, махмедсим. То есть, в принципе, маца, в которой замешана мука, и нет там вообще воды никакой, никакой влаги. А влага там только идет, или жидкость идет от мэй, пирот, от этого сока фруктов и так далее, чистого. То нету хамеца. То есть, никогда запрещено, даже если оно будет стоять долго. Рома спорит и говорит, что мы запрещаем. То есть, Рома говорит, что мы устражаем. Рома – это центральный галактический авторитет Ашкиназов. Говорит, мы устражаем, и мы не замешиваем мацу на мэй, пирот. Мишнабур объяснил, что в чем проблема. Он говорит, что почему Рома устражил, говорит Хафицхайм. Хафицхайм объясняет, что Рома сомневался и, скажем так, опасается мнения, которое говорит, что действительно мэй, пирот делают хамец, и поэтому он не хочет облегчать в этом. Понятно, что если хотя бы капля воды попала в тесто, то есть в муку, кроме этих мэй, пирот, то есть хотя бы капля воды – все. Эта вещь уже хамец по всем мнениям. То есть, никто не спорит, что это уже хамец. Поэтому есть очень интересный момент. Есть люди, которые покупают папашаду. Папашаду есть в Израиле такие вот печеньки, такие сефарды даже покупают. И они, то есть маца-ашира, что такое они маца-ашира, они не только маца-ашира, они даже прошли все этап брожения. Поэтому они вроде как обыкновенные печенья. И дело в том, что это строится на Рауваде, что Рауваде разрешил, потому что он на руку и так далее. Но это совсем верно. Рауваде не разрешал делать на предприятиях, потому что очень тяжело, очень тяжело процедить, чтобы хотя бы капля воды туда не попала. Поэтому даже многие сефарды этим не пользуются. Есть, то есть это объяснение маца-ашира, проблема, что есть опасения, что это будут хамец. А Кольбу объясняет, что проблема в другом вообще. Почему в Европе уж сражали и не едят маца-ашира в Песху. Он говорит, что проблема с маца-аширой не есть в первые два дня. А почему в первые два дня Песха? В два дня Песха это потому, что за границей Песха это не один день, это два. То есть второй день изгнания. У нас этого нет, у них два Леля Седера. И по этой причине, говорят, в первые два дня не есть из-за того, что можно перепутать с настоящей мацой и съесть вместо мацы. Настоящей мацу-аширу, то есть богатую мацу. А она не кошерна для Леля Седер. И поэтому в первые два дня, когда за границей делал Леля Седер, и в первый день, и во второй, то человек может нечаянно съесть мацу-аширу и не исполнить заповедь, поэтому ее не едят. Кстати, Лимуш поддерживает эту идею. Теперь, все хорошо и замечательно, это мы разобрались с мацой в сам Песх. Что же у нас в преддверии Песха? О, тут, как я уже объяснил это, еще раз повторю. Те, кто считает, что можно есть мацу-аширу в сам Песх, понятно, что можно есть мацу-аширу и в преддверии Песха. Почему? Потому что они маца. То есть, если можно есть в Песх, она не происходит в хамец, никак. По этой причине, и не будет хамец с ней, таким образом, она не кошерна для мацы, вообще никак. По этой причине можно ее есть до самого Песха. Но если мы говорим, что запрещено есть мацу-аширу в Песх, потому что мы боимся, что там таки да, есть химутс, то есть там таки да, есть закваска. И по этой причине в сам Песх мы ее не едим. Из-за опасения. То есть, не говоришь, что она действительно хамец. Это, кстати, очень важный момент. Маца-ашира сделанная правильно, как обыкновенная кошерная маца. Песха плоская. То есть, да, делали ее, чтобы 18 минут не прошло и так далее. Но добавили туда там вина, добавили яиц и так далее. Она не кошерная, она для седа. Но она не хамец. Это другое состояние маца. В любом случае, те, которые говорят, что она запрещена, понятно, если она в Песхе запрещена, то есть вопрос, да когда ее можно есть в преддверии Песха. Если она запрещена, то есть она запрещена, значит, ее в преддверии Песха тоже, может быть, нельзя есть. И вопрос, до какого момента. До четвертого часа лифтагинали. Вопрос, до какого момента будет маца-ашира запрещена в преддверии Песха, то есть в этом году в Шаббат, зависит от того, почему мы Ашкина, то есть Ашкиназы ее не едят. Почему Рома постановил не есть ее в Песхе. И Ашкиназские авторитеты логически. Если проблема из-за опасения, что она заквасится, то понятно, что запрещено есть. То есть запрет вступает в поедание маца-аширы в тот же момент, когда вступает запрет в поедание хамца. То есть в четвертом часу. 10 утра, 11 минут в Петертике в этом году. Если же проблема другая, что если проблема, чтобы не перепутать настоящую кошерную мацу для заповеди с некошерной для заповеди мацу-аширой, то в этом случае есть до самого захода Песха. До самого захода Песха нет. Нет, Леля Седр, не с чем путать. Поэтому запрета никакого нет. Но очень интересное место. Вроде бы так. Но Надаб и Иуда объясняют вообще даже по мнению Раши. А Раши – это тот, который сказал, что есть опасения, что маца-ашира становится хамцом. Даже по мнению Раши, который устражает, нет проблемы есть маца-ашира перед наступлением Песха. Почему? Потому что Раши считает, что маца-ашира – это хамец-нукше, то есть твердый хамец, недобный хамец. И в нем нет… То есть Махамец-нукше – это как бы обычно тот хамец, который не съедобен, по идее, или хамец, который не используется в еду. У него еще есть несколько правопределений. В любом случае, карета, то есть истребления души за поедание этого хамца, нет. Таким образом, речь идет о сомнении в запрете, которым нет кареты, поэтому можно изначально, то есть не надо в нем устражать больше, чем в нем устражили. В нем устражили Песах, и все. И поэтому не надо его еще выносить за Песах и распространять как запрет хамца в преддверии Песаха. То есть начиная с 4-го часа, то есть с 95-го часа и дальше, после 4-х часов временных. То есть с 10 утра Патрахтикова там выйдут. То есть не распространять. Интересно, что когда мы смотрим в Шурхана-Ух и Рама, то явно видно, что они разрешили есть Мацу Ашеру в 4-го, в 4-го Ниссана, в этом году, то на Шаббат днем, даже после времени уничтожения хамца, то есть когда уже даже нельзя есть в хамец, все равно можно есть. Шурхана-Ух пишет, что можно есть Маца Ашера до 10-го часа. Дело в том, что в Шурхане 4-й час, 10-й час, давайте немножко разберемся. У евреев часы считаются временными часами. Что такое временные часы? Мы берем день от восхода до заката. Здесь некоторые берут его не от восхода, а берут от зари. Ну, в принципе, от восхода до заката и делят на 12 равных частей. Это промежуток времени. Одна такая часть является временным часом. Зимой он короче нашего часа, а летом он длиннее нашего часа по часам. Так вот, четвертый час – это четвертый час от восхода солнца. Временной час. Десятый час от восхода солнца. В этом году, допустим, в Петрахтикве, десятый час будет приблизительно в 15.51. Это будет десятый час от восхода солнца. Так вот, по Шурханруху видно, что Мацо Аширу можно аж до десятого часа в предваре Песаха. Почти под самый Песах. Несколько часов до прекращает. И можно, в принципе, если читать Рама, то можно там, если внимательно читать, можно увидеть, что он согласен с Шурханруху, что он тоже не запрещает. То есть Песах запретил тогда. Окей. Так все же, да, когда ее можно есть. Как мы сказали, Шурханрух пишет прямым текстом, что можно есть Сауда Шлиши. То есть, да, он пишет, что можно на третью трапезу есть Мацо Ашира. Есть Мацо Ашира на третью трапезу. До десятого часа. Ее можно есть. И на это Рама пишет очень интересную фразу. Он пишет. Он пишет, что в наших странах, в Европе, когда нет обыча есть Мацо Ашира, богатую Мацо Ашира, он сделает третью трапезу на фрукты или на мясо и рыбу. Мы еще поговорим о третьей трапезе. На что видите, как ее делать. Но явно у Рама видно, что он запрещает есть Мацо Аширу в третью трапезу, то есть после обеда. Мацо, в принципе, третью трапезу после обеда. Почему? А Руха Аширу хан говорит, все нормально. Рама по-настоящему разрешает есть Мацо аж до десятого часа. То есть можно есть Мацо Ашира и вечером, и днем, в шаббат, аж до десятого часа. Почему он говорит, что у нас, то есть почему начинает фразу, в этих странах нет обыча есть Мацо, поэтому сделает третью трапезу на то-то и то-то. Он говорит, это техническая проблема. Технически Ашкиназы не едят Мацо Аширу. По этой причине технически они не делают. Поэтому у них дома ее нет. Так у них дома ее нет. Им нечего сделать третью трапезу, поэтому Рама говорит, делай трапезу на то, что есть, на рыбу, на мясо, на овощи, на фрукты. Овощи тоже можно. По причине того, что как бы это то, что есть. То есть ты не можешь на хлеб, а Мацо Аширу у тебя нет. Так объясняет Руха Аширу. С другой стороны, он говорит, что Рама запретил действительно есть Мацо Аширу после полудня. Снова после шести часов временных дня. Но до этого он разрешил. То есть в третью трапезу едят после полудня. По этой причине нельзя уже есть Мацо Аширу, но до полудня еще можно. С другой стороны, Ишруханарухара в Адмуразакен пишет, что обычаи приняты, что Мацо Аширу Ашкиназы тоже в преддверии Песоха едят до момента запрета Хамца. То есть когда Хамец запрещен, тогда и становится запрещенная Мацо Аширу у Ашкиназа. Окей. Так, кстати, Рав Мошфанчин тоже написал на Галху, что это принятые обычаи у Ашкиназа. Теперь, давайте подведем небольшой итог, потому что заморочил голову и объясню, то есть просто и спокойно, какой у нас появился обычаи. Сефарды, восточные евреи, которые идут по Шурханаруху, могут есть Мацо Аширу в сам Песх. Заповедь они не исполняют поедание Мацо Аширу в Песхах по этой причине. Они могут использовать Мацо Аширу на трапезы в Шаббат. Как вечером, так и утром. И даже на третью трапезу. Если они делают до десятого часа временного. Кстати, нужно делать раньше десятого часа временного, потому что после этого времени уже нельзя есть хлеб, есть мучное из-за законов Песаха. Потому что в преддверии Песаха, как учится в трактате Псахим, как установлено на Аллаху, нельзя есть мучное, нельзя есть пат, нельзя есть хлеб, ничего, начиная, то есть в преддверии Песаха, то есть тогда, когда уже начинали жертвопроношение пасхальное приносить. Нельзя есть, как бы готовились к Песху. Короче, у Сефарда в принципе проблему можно решить Мацо Аширой и все хорошо. Что с Ашкеназом? У Ашкеназа в Песах Мацо есть нельзя. Мы в Песах Мацо не едим. Но в преддверии Песаха, в Шаббат, можем ли мы есть Мацо Аширу, есть те, как говорят, да кида можем, и вечером можем, и утром можем, аж до десятого временного часа дня, то есть в Петахтикве аж до 15, то есть 15 часов 51 минуты в сам Шаббат. Это одно мнение. Другое мнение говорит, нет, Хацот, то есть до Хацот произойдет час с лишним дня, то есть до этого момента можно есть, то есть первый час, 12 копейк. А те, а есть, которые говорят, нет, совзманахилат хамет, это крайняя точка. То есть, в принципе, окончание времени поедания хамца, это крайняя точка, которую можно есть Мацо Ашира. Окей. Все хорошо и все замечательно. Это так выходит. Теперь, а сколько ж Мацы надо есть? Тут надо понимать одну очень интересную вещь. Вы знаете, что Мацо Ашира по определению не является хлебом. Мацо Ашира, так как она сделана, замешана на там, место воды, туда добавлена, допустим, она сделана на вине или там, на винограде выдавлена и так далее, или на других овощах, или в нее замешаны всевозможные добавки, она то, что называется Пат-Габа-Бокисним. То есть, в принципе, она является не совсем хлебом. То, на что гамотцы благословляют на хлеб, не благословляют. У него было словение Бурэмина и Мизуно. То есть, да, это Мизуно. Теперь, но дело в том, что Пата-Баба-Кисни, на него можно установить трапезу. Для того, чтобы на него установить трапезу, сделать на тело для того, чтобы было понятно в размерах мацы, это четыре листа машинной мацы. То есть, на минуточку. Четыре листа машинной мацы, это тот размер, который нужно съесть, чтобы это стало гамотцем. Правда, Маген Аврам, Маген Аврам Шкенадский после говорит, что не надо есть Пата-Баба-Кисним в таком количестве. Можно, чтобы в этих Арбаба-Ицим, то есть, в эти 224 кубичных саниметра входил не только сам этот но с ним же также входили другие виды еды, которые человек ест. И все это вместе соединяется, тогда это трапеза, и тогда на этот Пата-Баба-Кисним был осуществлен не мизунот, а гамотцем. То есть, тогда маца-шира у нас превращается из, скажем так, мучного изделия в хлеб, на который был осуществлен гамотцем. И все хорошо, замечательно, но сифарды идут по мнению Шурхана Руха. И так написал Раувадья, что нужно в конце концов 4 арба-бейцин 224 кубических сантиметра самой мацы. То есть, 4 4 листа машинной мацы. Это, сами понимаете, не просто это. Окей, все хорошо и замечательно. А что на залах ходит? Как сказал, Раувадь Весеф сказал, или это мизунот, или 4 листа. То есть, но с другой стороны Радбаз и Раув Моши Файнштейн написали, что можно полагаться на Маген Авраама. Не нужно 4 листа. Если все, то есть, если я съедаю Мацо Ширу и с ней еще другую еду вместе, это 224 кубических сантиметров, а это человек съедает обычно сколько, то это уже достаточно и можно на это уже благословлять Гамо Ци Лехи Мин Гары на эту Мацо Ширу. И сепарды тоже могут положиться на это мнение. Окей. Так что же на Галаху? Есть Мацо Ширу, то есть, использовать ее или не использовать. Ашкиназа. То есть, сепардами нормально, они могут использовать, могут даже положиться, что она Гамо Ци. Если, конечно, не хотят устрашать, потому что глубоко. в принципе, по идее, можно это сделать. Более того, есть обычай, то есть, принято даже Ашкиназа, приводит Амагедмишны, что в эре в Песах Шахарба Шаббат, то есть, в преддверии Песха, которую выполнен Шаббат, обычай есть трапезы кошерные на Песах с Мацой Аширой, то есть, берут Мацашира и Бейт Юсеф написал, что это хорошая идея для того, чтобы решить проблему, всевозможные проблемы с Хамцом. Только, единственное, что нельзя людей заставлять готовить эту Мацу Аширу. На фоне этого написал Рав Моши Фанч, Новигромут Моши, для Ашкиназов даже, что это самый лучший вариант решения проблемы. Самый лучший вариант решения проблемы использовать Мацца Ашира для как Лех и Мишны, как вот эти два хлеба на трапезе в Шабах. И действительно во многих местах, кстати, я лично так же делаю обычно, идут по Нагалху как Рав Моши Фанч, и едят Мацашира в этот Шабах, вместо того, чтобы мучиться с хлебом и так далее. Но здесь очень важно. Здесь важно следить, чтобы эта Мацца, скажем так, была сделана так, что она не смешана никакой водой или там делать ее по законам настоящей Маццы, то есть 18 минут, плоская, со всеми дырочками и так далее, и так далее. Кстати, лучше самим не делать. И в принципе, поэтому лучше самим не делать, потому что можно неправильно сделать, и в конце концов Лучше всего пойти там, где она продается и купить с хорошим-хорошим кашрутом Мацца Ашира. Но не булочки и хлебушки, а купить именно плоскую Маццу. Есть плоская Мацца Ашира, которая выглядит как мгновенная Мацца, и она просто виноград добавлена, сделана на виноградном соке и саблинотом 18 минут и так далее, и ее использовать. Это для Ашкиназов шикарно. Теперь, изначально нужно заботиться, чтобы эта Мацца, Мацца это не хамец, вот такая вот Мацца не является хамцом. Мы ее не едим в Песах, но она не хамец. Запрещать она ничего не будет. Она как китниот. Мы китниот с Божьей помощью поговорим не на этом уроке, то есть на этой неделе, но еще через два урока. Так вот, без ратор шемеса, все будет нормально. Дело в том, что Ашкиназа не делает китниот. То же самое с Мацца Ашира. То есть мы не едим ее. Она не хамец, но мы ее не едим. Более того, мы не даем китниот также Мацца Ашира прикасаться к нашей посуде. Поэтому, когда мы едим Мацца Ашира, нужно позаботиться о том, чтобы она не прикасалась к нашей посуде изначально. Но, если она вдруг прикоснулась или упала в какую-нибудь кошерную посуду на Песах, ничего страшного не произошло. Помоем, и все закончилось. Как с китниот. Поэтому, лучше вообще вариант, снова, одноразовая посуда, и у вас вообще проблема решена. То есть, одноразовая посуда, Мацца Ашира это еда. Теперь, это решение с Мацца Аширом. Последнее решение, это естественно, то есть есть кошерную еду в Канапесах из кошерной посуды, но с хлебом. Как есть хлебом? В этом случае лучше ни в коем случае не использовать халу. В этом случае вы оставляете только хлеб, то есть только тот хлеб для того, чтобы съесть его как благословение на два хлеба. Лучше всего для этого использовать не крошущиеся виды хлеба. Вы делаете еду всю кошерную на посуду. Ну, вы вот. Это, кстати, Магариль пишет. Магариль пишет, которые, скажем так, соблюдают хору заповедей и следят за очень важным соблюдением заповедей, делают в этот шабак еду в кошерной на посуде и так делать правильно. Теперь, но тогда берут хлеб, питу или так далее, чтобы не крошилось и очень тщательно следят, чтобы она ни в коем случае не попала ни в еду, не прикоснулась ни к какой посуде. Снова, лучше всего использовать одноразовую посуду. Изначально нужно съесть шурки бейцаки. Бейцаки, я вам сказал, разделить на 224 разделить на 4, это 52 с копейками, то есть кубичных сантиметров. В принципе, это приблизительно как две, как два ломтика хлеба. Или, скажем так, но можно, в принципе, съесть и козай. Козай – один ломтик. Теперь, что делать? Как это делать? Нужно сделать, лучше всего сделать вот так, постелить скатерть, сделать на ней кедуш, взять этот хлеб, питу и так далее, благословить на нее, съесть кибейца, то есть, есть вот этот вот приблизительно 52 кубичных сантиметра, как сказать, приблизительно две с копейками ломтика хлеба, или хотя бы ломтик, то есть, как ломтик халы, одну питу съедить достаточно, в принципе. После этого закончить с хлебом, свернуть эту скатерть и убрать, одноразовую скатерть, и раскрыть потом другую новую одноразовую скатерть, на нее поставить пасхальную еду, и уже хлеб не есть. То есть, хлеб не есть, то есть, как бы съели то, что съели, и убрали. Вот так вот делать трапезу, съели хлеба, то есть, вначале на скатерть одноразовый, после кедуша убрали, то есть, после этого поставили одноразовую другую скатерть и поставили пасхальную еду. С другой стороны, можно делать по-другому, можно взять, пойти в другую комнату, то есть, еда стоит в зале, там на столе, а вы идете в другую комнату, в этой другой комнате вы благословляете на хлеб, то есть, делаете там кедуш, благословляете на хлеб, съедаете хлеб снова, такое же количество, как я сказал, подразумевая, когда вы благословляете на хлеб, что вы будете есть в другом месте, потом переходите в место, где вы будете есть, пасхальная посуда и так далее, там кушаете, а потом для берката Амазона возвращается на ту комнату, где вы благословляли на хлеб, немного муторно, но в принципе это возможно, и там говорите беркат Амазон. Снова, лучше всего одноразовые посуды, с одноразовой скатертью, и тогда у вас решится проблема. Что делать с хамцом, который остался? Мы сказали, в унитаз или, то есть если вы идите с этой питами, то есть остатки пит или там остатки того вида хлеба, который вы оставили, или в унитаз, или полили экономикой и в мусор провод, то есть мусор. Но из дома нужно вынести. Теперь, после того, как вы поели этого хлеба, нужно позаботиться, что, во-первых, почистить рот, во-вторых, хорошо струсить одежду, поэтому, говорю, лучше всего есть тот вид хлеба, который нет у крошек, после этого хорошо подмести дом, пол, там, где вы ели, и, естественно, почистить саму метлу, сам веник, лучше всего поменять, то есть поменять верху веник, то есть, да, и поставить пасхальный веник друг к другу. Это, в принципе, если вы хотите есть, да, хлеб, хлеб, а не мацошера. То есть если мы подведем итог, у нас подходит так, у нас есть мацан нормальная, которую мы не решили, то есть отмытает, ее невозможно использовать, у нас есть мацашера, ее можно есть, ее можно есть. Снова, для сефардов вообще не проблема, для ашкеназов желательно одноразовая посуда, и чтобы она не прикасалась к кашельной посуде, но есть можно, даже то, что от нее останется, это не хамец. Или использовать питы и так далее, снова еда в кашельной посуде, кашельная посуде, но очень тщательно следить, чтобы, не дай бог, не прикоснулась этот хамец ни к чему. Как это делать, тоже мы объяснили. Теперь, вопрос такой, что делать с человеком, который ест хамец с утра, или даже ест мацошеру, точнее с хамцом, нужно листать человеку пораньше. В этот шаббат придется, наверное, вставать всем очень-очень даже пораньше, объясню почему. Человек, который ест хлебом, с хамцом, допустим, берет эту питу, то есть ест кашельную посуду, но берет питу, дело в том, что он должен закончить есть, эту питу, а может быть, в принципе, лучше всего всю трапезу, до окончания времени запрета поедания хамцом. По тактике в этом году 10 утра, 11 минут. Но до этого еще нужно помолиться. Поэтому принято, что в этот шаббат встают очень-очень рано и молятся, скажем так, очень ранее у молитвы, потому что называется ваттикин, то есть с восходом солнца, для того, чтобы успеть все съесть. Это тот, кто есть хамцом. Тот, кто есть маца-шару, что с ним? По идее, человек, который есть маца-шару, может стать попозже. Но, это с Сефаром. Но большей частью, Ашкиназим, мы сказали, Ашкиназов, европейских веев, у них обычай не есть маца-шара после времени запрета хамца. В принципе, у них те же самые временные рамки. По этой причине нужно относительно рано встать, и чтобы успеть, и сделать из маца-шару, то есть запрет, то есть трапезу. Смотря на то, что проблемы с хамцом меньше, но все равно придется раненько встать. Окей. Все хорошо и замечательно. Дерево вопрос поднимается такой. А могу ли я съев хамец, то есть пришло время 10 утра, то есть копейками, запрет поедания хамца, могу ли я, съел я хлебушка, то есть, да, уничтожил его, сделал аннулирование хамца и так далее, то, что полагается делать, как мы, то есть апрессионально в прошлом уроке, и дальше продолжая есть трапезу спокойненько, с чувством, с толком, расстановком, никуда не спеша. Можно или нельзя так сделать. По идее, вроде бы можно, хотя бы, то есть, в этом есть какой-то, скажем так, интересный, даже аспект, то есть более положительный, но интересно, что аллогистик в Трептид не упомянули такое решение, то есть, да, то есть я благословляю на хлеб, там он пошел и так далее, потом приходит время софтзман, ахилат хамец, то есть окончание времени поедания хамца, я его уничтожаю, делаю бетуль, все такое, очищу зубы, очищу уши, очищу стол и так далее, подметаю и продолжаю кушать. Аллогистик в Трептид написали, что это можно сделать. Почему? Это могут быть две причины. Дело в том, что даже без проблемы хамца в Песах, то есть в этот Шаббат, в преддверии Песаха, есть еще причина, почему нужно пораньше кушать. Как мы сказали, нужно успеть съесть две трапезы днем, то есть одна вечером, и еще две трапезы днем, это вторая трапеза и третья трапеза. Раз мы должны здесь есть две трапезы днем, но мы еще должны быть голодные к Песаху при этом. То есть нам запрещено после определенного часа есть вообще. Таким образом, нужно еще поймать вторую и третью трапезу, и еще не быть переевшим вовремя. И в любом случае придется раньше все это заканчивать, третью трапезу тоже раньше заканчивать, поэтому лучше раньше начинать. Это раз. Вторая проблема, это проблема благословения, с законами благословения. Где проблема? Проблема в том, что может быть, если мы убираем хлеб, то есть избавляемся от хлеба посреди трапезы, может быть, нам снова придется благословлять, то есть может быть уже хлеб не освобождает другие виды еды от их благословения личного, потому мы убрали, он стал запрещенным, и может быть из-за этого, то есть сомнения у геологических авторитетов, нужно благословлять на все, что мы теперь едим, то есть на картошечку отдельно благословлять, на курочку, то есть там буре-дома, то есть шааколь и так далее, и у нас будет проблема, а это сфек-проход, то есть мы влазим в геологическую проблему с благословением, поэтому стоя бы, наверное, геологические авторитеты решили, не стоит туда попадать. Окей, что мы сделаем с точки зрения практики? Изначально лучше всего делать шаббатными трапезами в следующий момент. Делать трапезу первую, то есть вторую, то есть вечером у нас вообще проблем нет, то есть вечером решайте, как вы хотите мацашера, хотите спитами, то есть да, что вам больше нравится, хотите так страдать, то есть мацашерой, в принципе, по идее у вас проблем нет особо. С спитами придется немножко усложняется ситуация, но жить можно. Утром у нас есть проблема со временем, и нужно быстро-быстро-быстро, поэтому лучший вариант встать рано-рано-рано, пойти на молитву очень рано, потом прийти домой, сделать трапезу, хотите спитами, по правилам спитами, с хамцом, хотите с мацашера, по правилам с мацашерой, мы все-таки ашхеназы, сделать ее рано, но сделать ее, скажем так, не огромную трапезу, а там съесть немножко питку, там салатики, там рыбки, может быть, и все, и закончить эту трапезу, то есть да, то сделать ее не более, скажем так, не сильно большую, но так голод сбить, и после этого благословить, то есть да, наступило время запрета, то есть поедания хамца, поучиться, погулять и так далее, до времени Минхи, по тактике в этом году время Минхи это приблизительно в час 16, да, час 16, час 16 время Минхи, отмолиться Минху, прийти и съесть основную часть, то есть там мясо и так далее, и так далее, там картошку, там чего-то, едите, но уже третья, то есть есть третья трапеза, как есть третья трапеза, мы сейчас, мы сделаем отдельный урок после перерыва, и таким образом решить это дело. Но в принципе человек, который скажет, я так не хочу, я хочу есть нормально первый раз, то есть эту трапезу с утра, он может в принципе сделать, сесть, благословить на эти питы, на Масошеру, съесть от них кибийца, то есть да, как мы сказали, то есть 52-53 кубических сантиметра, это в принципе два ломтя халы, или скажем так, полторы листа мацы где-то, приблизительно, вот, потом остановить посреди трапезы, без благословения, убрать все, сделать битуль, хамец, и так далее, полагается, и в принципе после этого продолжить есть. И в этом случае лучше не благословлять на еду, которую будете есть, потому что это есть сомнение, надо благословить или нет, когда у нас есть благословение, сомнение благословить или нет, мы не благословим, кроме бирката мазона. И так это сделать. В принципе, кстати, я напомню, человек, который ест маца ашира в Песах, то есть в этот шаббат, и если у него не собирается больше есть никакого хамца, то он битуль, хамец, может сделать уже в пятницу. Человек, который, да, будет есть питы, он должен битуль, хамец сделать в сам шаббат, как мы это учили на прошлом уроке. На этом, в принципе, все, то есть первой, второй трапезой мы разобрались. Я надеюсь, что не было особо сложно. В принципе, если мы так подведем итог, очень просто. Можно есть один хамец, но там нужно с посудой проблемы, нужно следить, чтобы ее как мыть и так далее. Греть ее тоже отдельно в плату, поэтому не советую. Лучше есть, чтобы уже был все кошер на Песах. Теперь все кошер на Песах, у вас два варианта, или маца ашира. Для ашкиназов вообще проблем нет. Для ашкиназов желательно, очень важно, чтобы она не дотрагивалась до посуды, но потом она не хамец. Или с хлебом питом, не знаю, желательно, чтобы она не крошилась, и нужно следить, чтобы кто-то не трогалось, и не дотрагивалось ни в коем случае до еды. После этого нужно мыть рот, нужно подметать, и так далее, и так далее. Вот. Это те решения, которые могут быть. На этом мы сегодня, то есть этот урок мы заканчиваем. По поводу Саудот-Шаббат, всех, кто наслушал записи, всего хорошего. Следующий урок, Байзата-Шем, мы поговорим о третьей трапезе и подготовке к лейля-седу. И что можно есть, какие виды еды в этот Шаббат. На этом все, кто наслушал записи, всего хорошего. До встречи. Советую послушать следующий урок. Я выключаю запись здесь. Продолжение следует...